С.Петербург, 23 мая, РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил победителя юношеского турнира подзвудов в Санкт-Петербурге. В категории до 40 килограммов победу одержала представительница Московской области, в категории до 66 килограммов. Спортсмен из Петербурга. Путин вручил медали и памятные призы. После этого глава государства поздравил всех спортсменов с успешными выступлениями. Путин отметил выдающиеся тренерские способности Анатолия Рахлина, чье имя носят турниры. По его словам, Рахлин не только тренировал своих воспитанников, но и учил их идти вперед, преодолевать трудности, дружить. Благодаря усилиям таких людей, как он, его соратников, массовый спорт в нашей стране успешно развивается. Благодаря их усилиям развивается и такой замечательный вид спорта, как дзюдо. Дзюдо в России развивается, и развивается лучшим образом, отметил президент. Он также поблагодарил всех зарубежных спортсменов, которые приняли участие в соревнованиях. В турнире участвовали представители 12 стран. «Спасибо вам большое за то, что сочли возможным приехать к нам», — сказал Путин. Турнир во Дворце спорта юбилейной в Петербурге проходит уже в шестой раз с 2013 года. Он посвящен памяти заслуженного тренера России Анатолия Рахлина, который в свое время обучал этому виду спорта самого Путина в числе первых учеников. В августе 2013 года, узнав о смерти Рахлина, Путин сразу приехал в Петербург попрощаться с наставником. После панихиды президент захотел побыть один, практически убежал от собственной охраны и быстрым шагом пошел по проспекту в одиночестве, размышляя. Тогда стало понятно, насколько важен был ему Рахлин, которого президент называл человеком, научившим его бороться и побеждать. Путин до сих пор активно интересуется этим видом спорта и уделяет ему большое внимание. В 2018 году в турнире памяти Рахлина приняли участие более 300 юных спортсменов из Азербайджана, Аргентины, Армении, Германии, Греции, Грузии, Израиля, Латвии, Молдавии, Монголии, Польши, Республики Сербской, России, Финляндии, Франции, Эстонии. Медали разыгрывались в девяти весовых категориях у юноши и в семьи, у девочек. С посещения турнира начиналась трехдневная программа пребывания Путина в Петербурге. В четверг он проведет переговоры с президентом Франции Иоаннуэлем Макроном, а в пятницу выступит на Петербургском экономическом форуме и с премьером Японии Синдзе Абе примет участие в панельной дискуссии «Бизнес-диалог Россия – Япония». Субтитры создавал DimaTorzok